В преддверии 73 годовщины Великой Победы Маршрут протяженностью более 700 километров рассчитан на два дня В населенных пунктах будут проводиться мероприятия Там встречу организовывает местная администрация, местная молодежь, клубы по месту жительства, патриотические клубы Мы в свою очередь вывозим две выставочные экспозиции Выставку оружия, выставка клуба поиск Это поиски реки, которые привозят с раскопок те вещи, которые они находят И с этой выставкой проедем по районам Также ДСФ организовывает там стрельбу, разборку-сборку автомата И проведем небольшие соревнования Мы представляем для ребятишек свои технические виды спорта Картинг, мематический тир И вот такие площадки в каждом районе в течение полутора-двух часов Будем проводить активные игры и композиции И затем сами местные жители также представляют свою торжественную культурную программу И будем передвигаться Плюс у нас самая большая акция, это мы разворачиваем на каждой центральной площади Флаг Победы размером 10 на 20, где участвуют как раз волонтеры Победы Где участвуют дети И такой большой флаг, он как раз символизирует то, что мы помним наших воинов и чтим их память У памятника воину-освободителю на торжественном митинге много молодежи Волонтеры Победы в нынешнем году участвуют в возложении цветов к мемориалам героев Великой Отечественной войны Разворачивают в населенных пунктах знамя Победы и проводят для сельских жителей акцию «Георгиевская ленточка» На самом деле в Омской области я практически нигде не была Я в Омске живу и посетила только два омских района за всю свою жизнь А сейчас я в свою копилку добавлю еще пять новых районов, познакомлюсь с местными жителями И нам обещали, что мы даже познакомимся с ребятами-волонтерами Победы, которые живут в районах Победы, которые живут в районе Победы, которые живут в районах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова